Давай, скипай! Или все же хочешь поиграть на лучшем DarkRP сервере в Garry's Mod? Для этого у нас есть собственная карта, недвижимость, больше 45 профессий, машины, фракции армии и много других систем. А для более приятной игры мы даем тебе специальный промокод на донат – старт. Увидимся на сервере, новичок! Увидеть этот и другие ролики раньше без цензуры и рекламы можно в приватной телеге из описания. В этом ролике мы самую малость поиграем за администратора, по рпшим за полицейского и самое интересное – уволим киллера. Вы спросите, а что в этом необычного? Просто взял в цеменю, выбрал игрока киллера и уволил его по какой-либо причине. Но, ребят, на DarkRP киллера и прочие бандитские профессии не увольняют по причине того, что они занимаются бандитизмом. По факту они просто нетрудоустроены. Соответственно, их можно только посадить. Но я, от игровой рп полицейского, нашел способ, как можно обойтись с такими ребятами. Вместе с картой мы добавили ивент Хэллоуина, за валюту которого ты можешь купить себе уникальные аксессуары навсегда, которые будут очень сильно бусте твоего персонажа. Снимал я на нашем сервере Беброград. IP группа и Дискорд, а также ссылка на набор в администрацию будет в описании. Вот так вот карта теперь выглядит. Да, она очень яркая по сравнению с другими банклавами, которые вы могли бы встретить за весь свой опыт игры на DarkRP. Видоизменили мы здесь карту. И не только здесь. Видите теперь, какой большой цемент стал. Он прям разросся. Буквально сильно он разросся, я бы даже сказал. Переделали вышку, точнее ее вырезали нах, потому что старая вышка на старом банклаве не имела совершенно никакого смысла. Ну, разве что только для киллеров иногда. Троице на ней было запрещено правилами делать какие-то оборонительные сооружения, типа базы делать с этими подъемами на ФДшках. Вот, это все делать было нельзя. Потому что, ну, слишком имбалансная застройка, а мы как раз-таки, ну, против такого. Новый ТЦ. Лучше я его покажу с другой стороны. Новый ТЦ, который выглядит вот так вот. Осталось сюда только повесить два баннера на ту и на эту сторону. Новый немножечко переделанный, получается, ангарчик. Теперь у него комнатка не с этой стороны, а вот с этой. И вход теперь есть вот с этой стороны. Здесь такой пошире коридорчик. Переделанная территория парка. Она чуть более зелененькая стала. И здесь пустое место было, которое мы заняли памятником Ульянову. Шахматные столы никуда не делись, поэтому вы можете партечку другую погонять с ребятами здесь посидеть. Но это еще не все. Теперь перейдем мы вот сюда, в мэрию. Здесь раскиданы пасхалки, ребята. Если кто понял, тот понял. И, кстати говоря, это не единственная пасхалка. Переделанная территория мэрии. Теперь есть вот такие застройки. Я не помню точно, что тут было добавлено игроками. Это ворлдпроп, это тоже ворлдпроп. А это чел уже поставил от себя. Вот. И примерно так вот выглядит новый зал суда. Строить придется несколько меньше. Вы можете там какие-то свои перегородки сделать и прочее. И все уже как бы граничит вашей фантазии. Но есть один прикольчик такой при игре за мэром. Вы, получается, можете вот сюда пробежаться. Кстати говоря, подземку мы вырезали. Теперь здесь сидит один такой Михалыч грустный и ждет, чтобы вы ему вносили хлам, который вы можете найти в мусорках. Но это для бомжей будет актуально. Ну а мы как бы переходим сюда. И видим вот здесь вот небольшой такой вот проемчик, который закрыт. Интересно, я сюда вообще могу подняться, нет? Могу. Это было на одной из старых карт. Вот такой туннель, который вам можно будет исследовать. Но он ведет, естественно, в мэрию. И из мэрии ведет отсюда. Ну, в случае, если мэр чем-то не угодил людям, он может отсюда как бы пасом дать. А мы это пока закроем. Ну, как вы можете заметить, карта претерпела не то чтобы ретекстуру, а просто такую огромную перестройку. Теперь здесь вы можете открыть свой бизнес. Вот эту вот шляпу надо бы доработать. А то как-то, ну, не прикольно получается. Тут такие прикольные расценки на разбан, на админку, на антифиррп, на кейс делюкса, мк тян расценки, авп тян, админ ган. Тоже цена есть своя, 3000 рублей. И здесь вы можете открыть свое такое небольшое заведение. На этом этаже также есть такая летняя веранда, потому что погода на карте летняя. Здесь тоже есть помещение вот такое, достаточно обширное. Если вы хотите как-то прикольно застроиться, то место у вас будет предостаточно. Вот. Теперь перейдем к еще одному интересному моментику под названием Элитный район. Теперь он выглядит вот так вот. Здесь теперь нету огромной стены, как вы, наверное, можете вспомнить по старому банклаву, да? Часть стены снесли на и, получается, перестроили целиком и полностью Элитный район. Так не то, чтобы перестроили в плане то, что вот эти дома по линии сделали новые, не. Элитный район теперь стал реально Элитным, и я об этом буду говорить и не раз, потому что вот здесь вот до края улицы Элитные дома есть, которые вы можете заценить. И также добавили как раз-таки новую улочку, Элитная 6, Элитная 4. Так, тут теперь дома как бы на любой вкус. Есть вот такой вот дом, есть вот такой вот двухэтажный, есть вот такой вот, буквально копия этого дома, ну, как бы, чтобы красиво выглядело. Вот. Есть и такие одноэтажные, есть вот такой вот. А здесь еще и бассейн есть, прикидываете? И вон там есть бассейн. Военку мы оставили, какой она есть, просто переделали пустыню в обычную загородную область, которую мы озеленили. Поэтому показывать здесь особо, ну, нечего. Мы понимаем то, что не каждый себе, либо может позволить, либо не каждый хочет себе покупать какие-нибудь паркуры, вот эти заточки и катаны, на которых он может летать, преодолевать большое расстояние. Мы добавили вам куда больше вариантов, как можно подняться. К заточке, катании и паркуру также можно отнести тул специальный, который делает лестницу. Мы вам сделали массу вариантов, как можно подняться на ту или иную крышу. Вот, кто-то поставил здесь вообще лест... А, это ворвуд лестница, понял. Вы, наверное, скажете. Новая карта, это, конечно, прикольно, круто и красиво. Но, а шо, сука, с общественными местами? Это понятно. Мы поиграем, посмотрим, но потом мы, естественно, привыкнем к внешнему виду, а к новым общественным местам тоже привыкать надо. Я вас прекрасно понимаю. Я сейчас сам открою правила, потому что я только-только зашел после обновления карты. На сервере есть куча профессий, которые требуют от вас знания правил общественных мест. И поэтому, прежде чем брать их, пожалуйста, прошу вас, ознакомьтесь с этой картой. Она находится в правилах сервака, либо я сейчас ее вам покажу здесь. Прошу вас очень внимательно с ней ознакомиться. Вот, например, детская площадка, казалось бы, просто, да, общественное место возле общаги. Хорошо. А вот тоннель, который ведет от нее к выходу к мэрии, тоже обозначен общественным местом. А где? А вот здесь вот, присмотрись, зеленое обозначение выхода из тоннеля, это общественное место. Или же общественные места элитного района, которые обозначены зеленым. Да, понятно, что общественное место, элитный район. Но общественным местом там является только крыша этих самых домов. Дабы подчеркнуть общественность этих мест на элитке, мы специально выделили их значком. Поэтому ознакомливайтесь, пожалуйста, с картой общественных мест перед тем, как играть. Ну, а мы с вами продолжаем. Вам снился этот человек? Вот и мне нет. А вот туда пока нельзя. А нельзя туда пока что. Вы спросите, а шо вы туда хотите прибабахать? А я в душе пока нифу. Ну, правда. Бегая по городу, я патрулировал новый криминальный район. И там нам поступило заявление на то, что якобы кто-то кого-то убил в конкретном здании этого гетто. Опа, почему мы с пистолетом? Криминальный район. Для самозащиты. Простите. Я вызываю. Где? Где? Ага. А вы можете лицом стеночки встать? Вот так вот тут все-таки находитесь. Страшно. Камера все писала, да? Ну и описание, конечно. Пенис. Ну-ка, лицом стеночки можете встать, пожалуйста? Все-таки убийство тут произошло. Мало ли вы причастны к убийству. Я только что объяснил. Ну и что, какая разница? Здесь находились. Опа. Да, сейчас что-то случилось? Слышилось? Да пока особо ничего. Можете выйти пока что сюда. Сейчас прощупаем. Так, лицензия на... Пара вопросов. Ничего себе здесь оружия у вас? Лицензия у вас имеется? Да, конечно. Лицензия у вас имеется? Да, вроде что-то слышал. Кто-то орал, стонал от боли. Можете лицом к стене встать? Я осмотрю вас. О чем здесь вообще идет? А кто тебе сказал? Да, конечно. Так, так, так. И что же показал нам этот обыск? У этого якобы фермера есть кейс для маскировки, а также нож. Но ПРП это просто нож и просто чемодан. Да, да, да. На самом деле это действительно он маньяк, но никаких РП оснований нету для того, чтобы его задерживать и тем более арестовывать. Иначе будет фри-арест и НРП. Для нас в данный момент это просто человек, у которого есть при себе нож, который не требует лицензии на ношение оружия, а также чемодан с вещами. Кажется, я могу приезжать человека и вызвать семейтон, понимаешь? Нож, и получается... Ну нож у тебя я нашел, и получается кейсинг. Что в кейсе? Нет, я не про ножик. Что в кейсе у тебя? Ну, а в кейсе я сильно ухожу. Я только заехал в город, там мои вещи. Ну, вещи носим. Да, да, конечно. Я вам просто как-то скажу, у меня камера даже не записывает. Это фотофорская камера, потому что настоящая у меня денег нет. Ну, хорошо. Тогда можешь идти домой обратно. Вот тут вот, да, отсюда, вот из этой части подъезда, заносились критики какие-то. Но тут никого, кроме нас, и нет. Вот, я не стал полицию вызывать, потому что там уже какой-то гражданин орал, что я полицию вызову. Но это можно. Спустя время я решил наведаться в полицейский участок и просто посмотреть, как там обстановка, кто чем занимается, потому что из-за ивента мэра попёрли из мэрии в ПУ, чтобы он там принимал людей, выдавал им лицензии, ну и всё в таком духе. Но оказалось так-то, что любителю мотоциклов и огромных топоров пришёл на меня сочный заказик, и узнал я об этом, как только увидел, что башка моего сослуживца буквально пролетает мимо меня. Я сначала подумал, что это ивент в стиле раздачи пиклей прямо на спавне, но нет, когда он побежал за мной, всё было ясно. Это он, оказывается, промахнулся, но всё же был одержим своей целью настолько, что бегал за мной по городу. Что ты хочешь? Стой, карнать! Тварь! Что ты хочешь? Карнать! Я сейчас вас его покажу! По какой причине ты его задержал? Скажи мне, как я тебе покажу! Пинди, бац! Человек! Ты забыл, ты гражданский. Да не бей, не бей, не бей, не бей! Не бей, придурцик! Ах ты, сука, бультик! Брчать! Ты на ней приконченный? Где ж он, куда он делся? Первое нападение его не увенчалось успехом, а значит, он придёт снова. И надо к этому хоть немного доподготовиться. Искать его бегать бесполезно, потому что я его даже при наличии прокачки на быстрый бег не догоню. Единственное, чем я его могу одолеть, это тазер, наручники и арест палка. Но чтобы мне было куда проще по нему попасть с помощью тазера, мне надо завести его в какое-нибудь интересное узкое место. Что-то типа тоннеля или же узкого переулка. Учитывая то, что он рано или поздно придёт по мою душу снова, мне оставалось только надеяться на то, что следующий его визит будет тогда, когда я буду находиться в одном из этих тоннелей. Ну а что ты делаешь? Шо, блядь, задерживаю тебя, нахуй. Чё творите? Ага. Чё назвать? Бегнуть. Убить меня, блядь, хотел уже второй раз. Слышь, блядь, натворил. Да, кому ты чешешь? Да, да, да. Кому ты чешешь? Покушение на убийство. А также... Покушение на убийство? Да, стой у стены. Покушение на убийство? А что ты поделаешь? Ты меня чуть не убил уже один раз топором. Попал, но не убил. За это ты будешь арестованным максималом. Да, ты просто везунчик. Да всё равно у вас скупаете, взяточники. Выхожу, как нихер делать. Ха-ха, взяточники, то в итоге-то я всё равно тебя сажаю. Ну да. Ну ты жди, 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 оглядывайся. Я лично хочу проследить за тем, как ты будешь отсиживать свой срок. Мне вот просто интересно. Насколько сильно тебя помотает тюремная жизнь? Шесть камер, один человек, мы не уследим за ним или что? Слушай, а всякое бывает. Я ж не говорю о том, что ты чё-то не можешь сделать. Ты всё можешь сделать, конечно. Ну а тогда что такое? Ничего, я просто хочу здесь понаходиться немного. У меня рабочий день был, я хочу немного отдохнуть. А как ты стал полицейский? Ты нажал на F4 и всё? Ну, типа того. Ой, это долгая история. Нет. Хорошо. Надо привести азокады. Подойдите тут, пожалуйста, товарищи. А, товарищи, я. Мне нужно, нам нужен азокад. Можете подойти? А, блин. Да ты конченый! Оскорбление. Ты конченый! Незаконное проникновение. Да ты конченый! Ещё мне максималку впаяй. Знаешь, чё ты хочешь? Слушай, я, в принципе, могу, знаешь, как сделать? Типа меня это как бы за**ало, вот это вот в страхе жить, чё-то делать, блядь, постоянно, чтобы обезопасить себя. Я хочу просто тихой и спокойной жизни. Мне просто нужно покой и умиротворение вот этого вот, понимаешь? Я понимаю, понимаю тебя. Да, ты мне этот покой, блядь, доставить не можешь, на месте стой. Вопрос такой, вопрос такой. Чё тебе от меня надо? Загасить тебя надо. Загасить тебя меня надо. Хорошо, почему? Кому что я сделал плохого? Давай. Ну, ты кому-то сделал плохого, а мне сказали тебе устранить. Чё я могу поделать? Кто сказал? А я тебе сейчас расскажу. Конечно, ты расскажешь, либо я тебе башку на**ую прострелю. Ну, значит, мы сделаем так. Чтобы ты больше не приходил, бросай на**ую работу. Чего? Бери, нет, бери, 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 бери и бросай работу. Увольняйся, кем ты там на**ую работаешь? Я не знаю, чистильщикам, не знаю, ещё кем, кем ты там работаешь, как вы это называете? Бросай. Как я уволюсь? Ещё одежду снять кожу снять. Новый телефон, понимаешь, новый телефон, новое имя, ну, новую жизнь. Начни с чистого листа, давай. Прямо сейчас. Да нет. Нет? А после смерти жизнь веришь? Нет? Нет. А хочешь поверить? Нет. Тогда бросай эту работу. Да как я работу могу бросить? Найдешь другую. Есть куча вакансий, где люди востребованы. Киллеры? Слушай, стрелять можно уметь где угодно. Например, СБГ тоже самое. Поэтому давай, у тебя выбора особо нет. Соб, ты хочешь сказать меня, человека, который раньше людей осил просто потому, что ему на телефон позволят? Любое. Любое прошлое приветствуется. Мы за прошлое не осуждаем. Мы осуждаем за то, что делает человек в данный момент. Вот тебя сейчас осуждают за то, что ты, блядь, пытаешься совершить покушение уже 300 раз. И чё ты мне предлагаешь? Я тебе говорю, бросай работу свою на. Да я её не могу бросить. Что значит бросить работу? Ну я, значит, сам сделаю так, чтобы ты её сам бросил. У вас, наверное, здесь возник вопрос, какого хера здесь происходит? А я вам объясню. Мне реально не вкатывает идея постоянно бегать на мушки у этого байкера и получать от него порожие. Либо пытаться от него обороняться. И пару раз я его поймал, а на третий раз могу не поймать. Поэтому делать с ним что-то надо. Вы скажете, да просто затулить его надо, да и всё, и пойдёт себе дальше играть на обычной профессии. Да, это было бы так просто, если бы у него не было 300 или 200 хп и столько же брони. Да и по правилам я в первую очередь обязан попробовать задержать человека, а не пытаться его затулить. Таковы правила на этом серваке. Вы спросите, а чё тебе мешает сейчас это всё сделать, пока он находится в наручниках и ты его тем более сам отнёс в необщественное место. Опять же правило, потому что я его уже задержал. И после задержания убивать его, это будет фрикелом и НРП. Мне нужно его либо посадить, либо как-то по-другому решить этот вопрос. А сделать я решил вот что. По правилам, какие-либо РП отыгрыши через команды, ну и прочее всё такое, более углублённое РП делается с согласия обеих сторон. Мне надо было как-то его лишить этой профессии, чтобы заказы на меня ему больше не приходили. И решил я обойтись без РДМа. Уволить его через С-меню тоже не представляется возможным, потому что официально он никем не трудоустроен по РП. Это просто обычный челик в байкерском шлеме, которому на телефон приходят какие-то заказы. И единственный вариант, который поможет его лишить профессии, это заставить его уйти из этого дела. Пол дела уже сделано, он в наручниках, я с оружием. Я ему приказываю и говорю о том, что ему нужно отказаться от этой работы раз и навсегда. Помимо смены профессии, у него также произойдёт смена имени, потому что я по РП отыграю то, что я ему даю новые документы, но с условием того, что он забывает обо мне, забывает об остальных каких-то вещах, которые он делал. И начинает, грубо говоря, РП жизнь с чистого листа. Честно признаться, я впервые такое делаю не то, чтобы в ролике, а в принципе в Дарк РП пока играю. Единственное похожее на эту отыгровку, что мне пришло в голову, это РП смерть персонажа в GTA 5 РП. Только там всё куда серьёзнее, если не ошибаюсь. Ну а если ошибаюсь, поправьте в комментариях. Единственное, что оставалось после вот этого всего разговора, это просто снять с него наручники, показать ему новые документы по РП, чтобы он их принял, подписал, выбрал себе новое имя, поменял его, а также сменил профессию. И всё это нужно делать ему без наручников на руках. Не выпускайте с головы, пожалуйста, тот факт, что он без наручников может перестать мне подчиняться и просто-напросто меня затулить и пойти играть дальше. А мне ничего не мешает сказать о том, что ты на меня напал ещё и здесь. А я самооборонялся, и всё. Я тебе говорю, вот нормальный самый вариант, бросай эту работу, бросай. Просто заниматься тем, чем ты занимаешься. На слово поверишь? Я никому ничему не поверю. То есть ты готов бросить работу, правильно эту? Ну, смотря какой под этим смысл кроется, вот скажи, что ты именно хочешь? Новым человеком сюда прийти в этот же город. Ты забываешь про меня, я забываю про тебя. Я могу просто забыть про тебя. Не, так не пойдёт. Если тебя это так требует... Ты для всех, если ты откажешься от этой работы, ты для всех станешь новым человеком, гробу говоря. Мы тебе выдадим новые документы, чтобы ты просто спокойно жил. Идёт? Не идёт? А где гарантия? Окончательный ответ. Ну, какие гарантии? Гарантии, ты не в том положении просить. Ты не в том положении, чтобы просить гарантии. Давай, окончательный ответ, быстро. Я готов. Хорошо. Сейчас мы с тобой прогуляемся. Я же думаю, ты не против прогуляться, правильно? Паспортный стол знаешь, что за помещение? Нет. Вот сейчас мы тебя с ним и познакомим. Ознакомься, пожалуйста, вот с этими документами. Теперь тебя зовут вот так. Запоминай. Запоминай, как тебя зовут, это твоё новое имя. Я её слушаю. Не могу. Которую как кабинет использую часть. Пока я закован. Вот ещё детективы раньше с ним не используешь. Я её... Окей, хорошо. Имя новое тоже как-то проблематично, когда у меня руки связаны, так сказать. Ну, хорошо. Я могу за тебя сейчас пока сделать. Он неправильно вообще... Пока мы всё точно не обсудим, я тебя не развяжу. До нового сотрудника чё? Давай, новое имя твоё. Я вам могу дать гарантию. Давай, хорошо, гарантия. Новое имя твоё и какая подпись. Я за тебя проставлю. Давай. Сейчас, имя у меня Олег. Фамилия Пескоха. Пескоха я передумал. Пескоха. Да, верно. Окей. Так. Вперёд в новую жизнь. Ха-ха! Е-е-е-ать! Вот это РПшка! Ха-ха-ха-ха! Не, мы прям по красоте отыграли. Мне понравилось. Я хочу человеку подгон за это сделать. Он мог, ну, абсолютно спокойно. Просто, когда я его развяжу, меня убить. Да, он мог это сделать. Получил бы там бан за НРП. Но, как бы, он решил вот так нормально отыграть. И я прям в шоке. Я хочу поспекать за ним. Реально переделался на другую профу. Всё, ну, 50 благ занял другой человек. Сейчас я залогинюсь на сайт донатов. Я сначала хочу глянуть, чего у него нет. Но чтобы не выдать такое, что он, возможно, уже взял себе. А у него нету прополнений, как я понял. А, нет, у него были пополнения. Да, у него были пополнения всякие. Четыре штуки. Он только взял себе, получается, випку. А, у него только випка есть, прикиньте. Так, я ему косарь начислю. Ты же сказал косарь, почему там только 500? Потому что я прописал 500, и они на серваке умножились на 2. Я, возможно, спалился, но по***й. Чё за х***? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Новая жизнь, она такая. Не знаешь, чё от неё ожидать. Я ему, получается, начислил 500. Они удвоились, поскольку сейчас идёт Х2. У него до этого было ещё 270 рублей. И у него 1270, получается. Кто это, признавайтесь? Неожиданно ему и приятно от этого, я думаю. Да? Я просто, на самом деле, не любитель устраивать аттракционы невиданной щедрости. Направо-налево раздачи делать. Но он не супер что-то такое не***ческое сделал. Но в наших реалиях на этом режиме нормально, вот, примерно так отыграть, не каждый нормально захочет. Вот. И причём, как бы я ему ни слова не сказал о том, что он там получит бан, если он что-то так не сделает. Ну, я вот просто с ним вот так вот отыграл. У него был вариант, конечно, просто меня е***нуть, улететь на зону НРП, и я пошёл бы собирать ролик бы дальше, да? Олег за табачника кулаками заколотил кого-то. Бля, какой-то, ну, буйный Олег слишком, мне кажется. Вам не кажется так, ребят? Махач тоже у них какой-то был, видимо, жилплощадь делили. А не проще мне просто демку показать? Ты можешь залить просто отрывок со звуками, главное, чтобы было, я посмотрю. А пойдём в Дискорд просто покажу тебе. А у меня с Дискордом проблемки. Давай так сделаем, ты просто залей, я... Когда загрузится, ты мне просто напиши, я на серваке буду, и я посмотрю. Типа, стим.ид я его как бы выписал, вот он. Вот, и если прям хочешь, чтобы его именно наказали, если ты не хочешь на него забивать болт, я просто тебе напишу стимак, вот этот вот. Ну, вот я тебе о том и говорю, ну, чтобы просто из головы не вылетел. Имя-то я запомнил, Олег какой-то очень буйный, он там ещё кого-то за табачника кулаками замесил в квартирке. Вот, я его запомнил, ты мне просто напомни в ПМ, ссылку закинь, я посмотрю. На ютубе там или где-то ещё. Хорошо, я тогда здесь постою пока. Лицом к стене. Убий. Ну ладно, ладно, я случайно, прости. Энтер зажал. Сусть и случайно, убил человека и меня начал стрелять случайно. Да, Энтер там залип, блядь, просто. Энтер залип. Лицом к стене. Ха-ха-ха, сука. И п*** он дебил. Ладно, сейчас я его забаню. Два часа? Нет, там перебанят, у меня просто лимит два часа. Завезли Хэллоуин обнову, но без Хэллоуин карты, потому что только-только карту эту сделали. Пусть стоит, пусть ребята её исследуют. Кстати говоря, один из промокодов мы убрали, но зато добавили новый, который вы можете снова активировать в честь новой карты. Есть новый промокод, сейчас покажу, как активировать. Для этого вам надо находиться на серваке и открыть консоль. После чего вы прописываете New Map в консоль, и вам даётся определённое количество валюты. У каждого это абсолютно рандом. Я увидел, что там человека, а он убил. Жаль, да, вообще-то. Так, супер-ноги, всё. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте задержаны до выяснения обстоятельств. На каких основаниях? У вас 5-7 найден при себе. Вы только что убили человека в торговом центре. Объясняйте, по какой причине вы это сделали. Я не убивал, нет. Я не убивал. Не убивали? Я не убивал, я нахрен. Брод, я свидетель. Я не убивал, серьёзно, я свидетель. Я хотел только, чтобы подойти и найти кого-нибудь из служащих. Да, и именно поэтому вы сразу пошли домой. Это мой друг, это мой друг. Я только что хотел сказать. Да он его захерачил, как раз таких подъездов. Я хотел позвонить в участковом. Я, о чём и говорю, я наблюдал за вами с верхушки торгового центра. Не надо обманывать, пожалуйста. Вот следствие заблуждения, убийства и нелегальное оружие. Максималка. Вы прям, это, вы сексуальный такой. Да? Ты чё, дебил? К стене остановись. К стене остановись. Лицом к стене 1, 2, 3. Окей, хорошо. Дебиллойд какой-то, правда. А, ливнул. Окей, феррп. Ну я максималку дам зато шум конч. 60. И лив. Играя в дарк рп, я до сих пор не понял феномена таких людей, которые делают вот как эта обезьяна на видео. Чё заходил, чё хотел, нарушил три правила одним мувом и улетел в итоге на 6 часов там. А почему такие сроки? Да потому что НРП и Ферррп в сумме даётся час бана, это максимальный срок. А залив с нарушением у нас даётся 5 часов сразу. Можешь пробанить его на 5 часов? У меня просто максимум 20 часов. Не, ну красота. И лагает даже меньше, чем на обычном стандартном банклаве. Мне прям нравится. Нарушение данного предписания может повлечь за собой задержание. Ебать, там дерутся, походу, слышишь? Там дерутся. К стене на... Там дерутся. Так я и так в углу стою. Развьюсь к стене. Ты чё, котаный разбор. Бешеный, блядь, как ты это слышишь? Да таракана пришлоп не хотел. Ты на счётчики, блядь, тебе. Это моральный ущерб. Какой моральный ущерб? Я тебя затяну в долги, сука. Ты меня напугал. Ну поёпы, значит, да, оскорбление голоса. Понятно тебе? Ты мне будешь обязан их отдать, потому что ты меня напугал. Ты чё, придурочный, блядь? Ты чё несёшь? Я, сука, приду и буду драться с тобой на кулаках. Если ты достанешь пистолет и будешь драться с железными пулями, сука, я тебя, блядь, найду. Всё, всё, его тут нет, он не слышит. Я найду его, нахуй, ты понимаешь? Нет, ты понял? Ты знаешь, кто я? Ты знаешь, кто я? Блядь, ты понимаешь, кто я, нахуй, такой? Нет, не стану, нет причин. Тут есть причин, ну надо же, блядь. Надо быть добрее, давай. Не надо. Будь добр. Очень добр. Чё, сука, с ним? Мне кажется, после такого шея никогда в жизни не будет болеть. Иди отсюда, иди, иди. Иди, говори отсюда. А ты чё, дохуй, заправа имеешь, или чё? Да, имею, блядь. Я, блядь, не п***ю, понимаешь? Бумажки дрочишь свои. А ты, блядь, чё? Ты, блядь, от курения, блядь, умрешь через два дня, блядь, засекаю. Это если я буду без фильтра курить. Кус ванили. На, попробуй. Кус ванили, на, попробуй. Кус ванили, блядь. Уйди, блядь, от меня, блядь. Да, да, занюхни, блядь. Иди от меня, блядь. Занюхни, право он, блядь, имеет. Да, блядь, я тебе сейчас пердалю, блядь, убегал, блядь. Да ты, чинуша, ясно тебе? Слушай, ты иди отсюда с очереди. Пока я тебя не сдвинул. Мне тебе нефигу предложить, понял? Мне тебе нефигу предложить. Давай я съебался отсюда. Слышь, слуга народа, когда будут законы нормальные? Тебе чё-то не устраивает? Ну, некоторые законы, да. Было бы неплохо добавить новые. Всё будет, всё будет. Ну, давай сейчас прям. Потом как-нибудь. Давай я с тобой за стол сяду. Сядешь, посмотришь мне в глаза, а я посмотрю в глаза тебе. И ты напишешь новые законы. Не хочешь? Что-то не так? Так, как ты заебал, блядь, моль ебаная, блядь. Ты можешь не стоять, блядь, пойти по своим делам? Слышь, ты моль старая. Завали шухлядку, нахуй. Иди свои ручки перекладывай с одного кармана в другой. Тебе по жизни это остаётся делать, сука. Арестуйте его за оскорбление судьи. Ага. Да п***дился, ты мужичок, да п***дился. Так, и чё, и за что меня в итоге арестовывать вы собрались? Ну, типа, пришёл, я покричал. Да отпустите его, блядь. Я пришёл, покричал, нахуй вы меня заковали. Я это ещё раз могу крикнуть. Какое поведение? У меня обычное поведение, да, немного вызывающее, но меня за это не стоит арестовывать. Вот именно что вызывающее. Да, так за него не арестовывают, за него штраф дают, и тебе секрет откроют. Ты как учился в школе милиции? Так, алё, отпустите его, я уберу сначала откорблять, чё вы, пустите его, правда. Ладно, отпускайте. Последняя надежда этого города, развержи меня. Чё вы, блядь, чё тебе противопоставить даже, я не знаю, блядь, это прозрец аргумент. Ну и чё дальше, напугал? Ты мне руки, ты мне руки за спины заломал, ты мне руки за спину заломал, а я вот как у меня, смотри, фокус. Я Копперфиль. Я пришёл к вам на собеседование. На собеседование? Да, побеседовать надо. Что, вы хотите к нам устроиться? Я тебя увольняю. И генерал СБГ совместит. Я увольняю тебя, всё. Ты можешь снимать шлем, снимать бронежилет, кидать автомат на пол, уходи. У вас еды нету. Ты увольняй. Давай. Пора бы перейти к тем ребятам, которые поддерживают меня дополнительной монетой в Телеграме. Отдельное спасибо этим ребятам. Эрик, Иван Ворон, Влад Шулик, Квадро Эспада, Кирилл, Сан Франчиско, Афорбис, Зейн Мэйн, Титан Пропан, Клоунака, Юрец, Золотой, Джамбо, Факап, НН, Саня Санчо, Хорни Девил, Аутсайд, Фимос Клаб, Спарки, Бебра Саунд, Форга, Гамбургер, Латук, Исаак 322, Илья, Патрон 1, Никто и Егор.